Ваши вопросы, у нас было больше времени ответить на них. Итак, первое слово для доклада я бы хотела предоставить президенту Евразийской Ассоциации Терапевтов, член-корреспонденту Российской Академии Наук, доктору медицинских наук, профессору Григорию Палчу Арутюнову. Его доклад будет посвящен проблеме «Кардиоренальный синдром в клинической практике». Григорий Палч, Вам слово. Здравствуйте, дорогие товарищи. Позвольте приветствовать всех, присоединившихся к работе нашего симпозиума. Дорогая Наталья Андреевна, позвольте привлечь внимание к кардиоренальному синдрому. Отцом-основателем кардиоренального синдрома в нашем понимании во многом явился выдающийся врач Великобритании Ричард Брай. В 1831 году он опубликовал историческую работу, сопоставив возможное появление белка в моче с измененным миокардом. Тогда он сказал, как правило, есть поражение почки и сердца, протекающее параллельно. Это идея, фундаментальная идея, которая позволила связать два органа. Обратите внимание на мои руки. Два органа, один орган влияет на другой. Будь то почка, влияющая на сердце, или будь то сердце, влияющая на почку. Смысл того, что сказал Брай – это влияние одного органа на другой орган. В последующие годы эта идея нашла свое решение. Очень много граней было высвечено. Например, российский врач Стольников, вызывая ишемию почки, видал изменение толщины миокарда в эксперименте. Выдающийся врач Волхард в начале 20 века очень образно в своей работе описал. Сердце стреляет в почку, почка стреляет в сердце, и они изменяются. Меняются, уменьшается размер почки и утолщается миокарда. То есть сама идея витала в воздухе. И вот в конце концов, в конце уже 20 века, в начале 21 века, эта идея была обобщена в классификации кардиоренального синдрома. Посмотрите на эту идею. Она не вышла за рамки влияния двух органов один на другой. Классификация Ронко сказала, Клаудио Ронко сказал, в начале, первое, что может быть? Первый тип – острое ухудшение функций сердца, кардиогенный шок, резко меняется функция почки. Второй тип – это хроническая патология, долго измененное сердце, и это приводит к изменению функции почки. Или с точности наоборот. Третий тип – острое ухудшение функции почки, которое приводит, например, к фатальным нарушениям ритма, влияния на сердце. Третий тип – хроническое ухудшение функции почки, которое ухудшает работу сердца. И пятый тип – когда есть какое-то третье заболевание, которое влияет и на почки, и на сердце одномоментно. Это очень интересно. Что появилось в современном мире? Как оценивается состояние сердечно-сосудистой системы? Я очень просил бы врачей обратить на это внимание. Введено понятие MACE, которое включает в себя несмертельный инфаркт, несмертельный инсульт и сердечно-сосудистую смерть. Как характеризуется функция почки? MACE – это большие, негативные, остро возникающие осложнения состояния почек. И, наконец, самый прорывной, идеологически совершенно другой шаг выполнен. Появляется из слова, термин, аббревиатура MARS. Это смысл. В чем смысл этого решения? Нет раздельного состояния почки и раздельного состояния сердца. Это взаимно. Поэтому учитывать два события нужно. Это большие, негативные, ренальные и кардиальные исходы. Вот посмотрите на современную красивую идею, которая в переводе с английского называется «насос-труба-фильтр». Идея-то очень правильная. Нет изолированного поражения. Если поражена почка, то поражается и миокар, трубы – это сосуды, естественно. Если поражено сердце, в аналогичном порядке поражаются и другие системы. Есть еще один подход к понятию кардиоренальный синдром. Это очень красивый подход, который говорит, есть фенотипы больных с кардиоренальным синдромом. Нет изолированного. Нельзя сказать, кто был первый – сердце или миокард, миокард или сердце. Но мы точно можем сказать, что если поражены хоть один из этих двух органов, то включаются другие системы. Я выделил специально одно из самых ярких в этом фенотипе. Это васкулярный фенотип. Люди с кардиоренальным синдромом стареют гораздо быстрее. Их биологический возраст начинает опережать их паспортный возраст. Таким образом, кардиоренальный синдром вырвался за понятие влияния только одного органа на другой. Он стал структурно совершенно другим. Это истинное лицо коморбидности. Мы понимаем, что включились все системы. Что происходит с почкой? Количество, равное одному миллиону клубочков, очень быстро уменьшается. Они запустевают. Происходит процесс, который называется абсолютная олиганифрания. Все влияет на этот процесс. Например, вес ребенка в момент рождения. Меньше на один килограмм – минус 250 тысяч клубочков в каждой почке. Вы понимаете, что очень рано включится рано-кардиальное влияние. Оставшиеся клубочки работают в режиме гиперфильтрации. Они очень быстро будут умирать. То есть этот процесс пока трудно остановим. Следующий – глобальный процесс, который затрагивает почку. Посмотрите внимательно. Поймайте глазом цифру 1. Это приносящая артерия. Посмотрите на ее диаметр. А теперь переведите глаза на цифру 5. Уносящая диаметр в два раза уже. Что будет у больного с кардиоаренальным синдромом? Высокий уровень активности, ренин, ангиотензин, глистероновая система, ангиотензина 2, в первую очередь, сожмет и без того узкую уносящую артерию. Внутри клубочка возникнет гипертензия, которая изменит состояние фильтра. Начнется потеря белка. Сделайте практический вывод. Нам нужен препарат, который может изменить это. Кто изменит тонус уносящей артерии? Ингибиторы или сортаны? Я забегу вперед и задам вопрос. А кто повлияет на тонус приносящей артерии? Это один из ключевых вопросов в кардиоаренальном синдроме. Мы получим на него ответ. Потому что сегодня медицина умеет управлять этим процессом. И завершает триаду процессов. Это неумолимое отложение коллагена. Посмотрите на эти сиреневые поля. Где ткань почки? Она начинает сморщиваться. Коллаген уничтожает ткань почки. Как оценить функцию почки? Есть несколько формул. Давайте, чтобы не путаться, скажем, формула Кокрафта-Голта только для одной ситуации. Для расчета дозы оральных антикогулянтов. Универсальная формула на все случаи жизни СИКОДИ. Она должна быть в телефоне любого терапевта. Мы должны знать функцию почки по СИКОДИ. Как соотносятся формулы? Формула Кокрафта-Голта истинная скорость клубочкой фильтрации. Смотрите, насколько белые линии отошли от красной. Довольно большие погрешности. Она не рекомендована сегодня для любых ситуаций, кроме расчета дозы оральных антикогулянтов. Формула МДРД уникальна, если скорость клубочкой фильтрации ниже, чем 60. А вот формула СИКОДИ уникальна во всех клинических ситуациях. Есть и другие формулы. Формула МЕО и так далее. Для нас универсальной является желтая строчка. СИКОДИ в каждой ситуации. Однако, к сожалению, формула имеет огромное количество ограничений. Нет ноги, нет руки, лежачий пациент, ожирение, кахексия. Формула не работает. Нам нужно вспомнить такую ситуацию, что когда говорим о кардиоуренальном синдроме, желательно знать, конечно же, пробу Рёберга. Надо говорить правильно. Проба Рёберга-Тареева. Сколько позволяет рассчитать скорость клубочкой фильтрации. Либо применять формулу с использованием цистатина С. Не важно, как ты посчитал скорость клубочкой фильтрации. Важно, что ты должен знать, при скорости ниже, чем 60, риски сердечно-сосудистых событий радикально возросли. И чем ниже падает скорость, тем выше риски сосудистых событий. Какие ошибки допускает терапевт в этой ситуации в трактовке кардиоуренального синдрома? Он завершает свою трактовку этого синдрома уровнем креотинина. Надо, во-первых, ввести понятие клиренс креотинина и сывороточный креотинин. Совершенно разные понятия. И этого недостаточно. Есть еще одно понятие, внедренное недавно. Особенно в кардиоуренальный синдром. Это так называемый УФФП показатель. Ухудшение фильтрационной функции почки. Надо заметить, что если за год УФФП скорость падает на 5 мл в минуту, ты должен бить тревогу. Кардиоуренальный синдром торжествует у твоего пациента. Сделай все, чтобы остановить прогрессию. Где чаще всего происходят такие события? У больных с недостаточной скоробращением. С левой стороны и справа вы увидите разные параметры. Частота развития хронической болезни почки. У больных с ХСН риск возрастает 2,1 раза. А вот падение скорости клубочкой фильтрации всего лишь на 5 мл в минуту за год. Риск возрастает при ХСН тоже в 2,1 раза. Если у твоего больного нижняя красная линия, посмотрите на эту страшную линию, произошло снижение скорости клубочкой фильтрации. В момент выписки после декомпенсации сохраняется явление застоя, то вероятность смерти возрастает 2,5 раза. Это самые негативные люди, самый тяжелый прогноз. Помните об этом? Кардиоренальный синдром приобрел реальные черты. Последний параметр, характеризующий почку, это уровень теряемого белка. Современная медицина позволяет остановить печальную скорость движения к терминальным состояниям. В середине 20 века продолжительность жизни составляла примерно 5 лет, когда появлялся белок в моче, дальше терминальная стадия. Сегодня мы можем продлить жизнь до 21 года. Это ингибиторы, это сортаны, мы научились влиять. Но вот я хотел бы перевести кардиоренальный синдром в современное звучание. Вы видите 5 столпов, которыми сегодня лечат недостаточно скоробращение. Слева и справа 2 желтых опирающих столпа. Это ARNI, ангиотензиновый рецептор, пенепролизинный ингибитор, и это ингибитор SGLT2. Посмотрите внимательно, пожалуйста, на эти. Что мы можем сегодня сказать? Как можем улучшить прогноз? Я уже анонсировал, как повлиять на приносящую артерию. Что делает ингибитор SGLT2? Он блокирует метаболизм глюкозы и катионов натрия в проксимальном канальце. Смотрите, что произойдет. Огромное количество катионов натрия придет к макулиденсу. Макулиденс начнет менять, чувствовать приход катионов натрия и давать импульсацию на приносящую артерию. Импульсация на приносящую артерию необходима, потому что та зияет. Она заливает клубочек кровью. Что произойдет с ней? Вы сейчас увидите. Первое. Уменьшится приток крови в клубочек. В клубочке прекратится гипертильтрация. Значит, мы можем теперь влиять на два конца, на уносящую и приносящую артерию. Мы замыкаем цитал. Мы можем управлять размером клубочка. Значит, в рамках кардиоренального синдрома наступил определенный перелом. Что делают метаанализы? Они нам действительно подтверждают наше предположение, не говоря, да, ингибиторы SGLT2 могут снизить риски развития терминальной стадии на 45%. Это очень значимо. Сопоставление нескольких вещей. Например, ингибиторы SGLT2 сопоставление с сортанами, показалось, с двумя разными сортами, лазартаном и ирбисартаном, показалось, что это наравня. И даже красные точки смещаются больше влево. Это очень значимое нафропротективное влияние. Еще один момент. А что нового произошло? Первое значимое событие, как это и парадоксально, в России, а потом в Кайдиго, это снижение рамок скорости клубочкой фильтрации для назначения ингибиторов SGLT2. В России она понижена до 30 миллилитров в минуту. Огромное увеличение количества больных, которые получат пользу. И следующий шаг. В крупном исследовании, которое только что закончилось, MPR-reduce, планка была опущена еще ниже, до 20 миллилитров в минуту. То есть мы реально стреляем в кардио-ренальный синдром. Ингибиторы и сортаны, они остаются фундаментом лечения. Они доказали свой эффект в начале и в конце. Доказали, я имею в виду процессы патологического. Доказали снижение риска развития терминальной стадии. Риска удвоения уровня креатинина. И понизили уровень теряемого белка у наших пациентов. Это все важно. Все ингибиторы доказали свое влияние. И в среднем они в год замедляют скорость падения, скорости клубочковой фильтрации на 4-5 миллилитров в минуту. Это очень значимая цифра. Но вот появляется новый игрок. Это ARNI. ARNI влияет точно так же в максимальном канальце, увеличивая количество выходящего натрия из организма. И если натрия выходит больше, больше выходит объем воды. И вот неожиданная вещь. Кто замедляет больше падение, ухудшение функции почки? ARNI или ингибитор АПФ, НЛАприл. Разница очень существенная. На 0,8 миллилитров в минуту ARNI улучшают прогноз по сравнению с ингибиторами. И вот опять прорыв. Терминальная ХПФ, хроническая болезнь болезни, терминальная. У них применяют волсартан плюс сакубитрин. И мы получаем двойной эффект. Нарастает фракция выброса, влияние на миокард, замедляется ухудшение функции почки. И мы получили игрока, который влияет на кардиоренальный синдром. Еще одно исследование. Очень плохая функция почки. Ниже чем 30 у каждого третьего пациента. И смотрите, что получается. Улучшаются маркеры, которые показывают состояние миокарда. И замедляется ухудшение функции почки. Таким образом, на кардиоренальный синдром, который перестал звучать, как гемодинамическое влияние одного органа на другой, а стал системным проявлением коморбидных и полиморбидных состояний пациента, у нас появились игроки, которые в состоянии управлять этим процессом. Благодарю вас за внимание.